итак доброе утро доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать божественную мудрость сказка и мы дошли до восьмой главы дошли мы до восьмой главы свитка эстер медилат эстер этот цветок был записан 2400 лет назад в вавилоне представляете древняя вообще вавилон такое слово удивительно это там где сейчас находится иран ирак тогда было огромное огромное было государство которое состоялось 127 стран огромное государство которое состоялось 127 стран и значит именно там происходили события которые были записаны в свитке эстер значит сейчас мы приближаемся к празднику пулем это будет на этой неделе значит на этой неделе это будет в йом хамиши в пятый шестой день недели то есть туда ближе я скажу точно когда и значит мы будем читать медилат эстер в синагогах евреи читают уже на протяжении 2400 лет каждое 14 число месяца адар вечером читают и утром читают свиток эстер в синагоге а мы изучаем его сейчас углубленно для того чтобы понять что там было написано для евреев изучение тора это обязательное условие то есть это как как долг да можно так сказать евреи обязаны изучать тору значит еврейский народ когда был выведен выведен богом из египта евреи были рабами в египте и бог сказал тире я вас забираю за египетского рабства и теперь вы рабы у меня что значит быть рабом у бога это изучать все что бог сказал надо делать и делать все что бог сказал не надо делать не делать все поэтому мы сейчас изучаем как эта штука работает теперь те кому интересно могут тоже послушать к тому же интересно что в трактате медила в талмуде написано такая интересная одно из мнений сказал раби йоханнан его звали раби йоханнан он сказал так что коль акуфер бавадазара каждый кто куфер это отрицает и дала поклонства некра иуде называется иуде теперь кто такой иуде вот это тоже вопрос многие не понимают этимолодию слов то есть иудея иуда да для большинства людей слова иуда ассоциируется с именем персонажа из из христианской библии которого звали иуда и значит и все а если дальше качнуть то есть есть христианская библия то что называется часть ветхий завет который это основная письменная тора то иуда откуда взялось это имя и что она значит значит иудеи иудеи иуда государство называлась иудея откуда берется это слово как она переводится значит когда родился у якова праотца якова когда родился у него четвертый сын его жена лея и звали лея она сказала вот в этот раз я уже благодарна богу первых три сына она очень сильно волновалась она волновалась и думала любит меня муж не любит меня муж и первые первого сына когда она родила она назвала его ревен вот увидит теперь муж какая хорошая жена в дальше второго она назвала шимон услышать шимон это лишь могут слышать услышать муж теперь вот услышит он да какая хорошая жена теперь значит леви третьего назвала левель лила вот это про ваш сопровождать она говорит или же меня муж будет сопровождать уже я не смогу двух двух детей я веду третьего сына должен муж вести значит муж теперь все время будет со мной а когда родился четвертый муж она уже сказала все теряя благодарна богу ли иуда леодот это от слова благодарить и прославлять и она говорит слава богу она говорит вот этого сына будут звать слава богу матч как тебя зовут слава богу иуда это слава богу грубо говоря да такой грубый перевод чуть-чуть значит и отсюда пошло колено иуды это колено тех которые прославляют они было 12 сыновей его звали прославляющие дальше в еврейском народе царь пошел из колена иуды это царь давид он из этого колена и в основном сейчас евреи которые в мире живут они из колена иуды да то есть исчезли почти все остальные колена из 12 племен у евреев было 12 племен осталось точно это племя колена иуды и остались левиты левиты это те кто колено леви которые служили в храме леви они были священниками в храме и были из них самая одна семья была из левитов они назывались коины коины это были священники которые приносили жертвоприношения это что было понятно эти молодые слов теперь и в талмуде написано что каждый кто кофер бавадазара каждый кто отрицает этого поклонства называется иуде он прославляет бога то есть в этом мире у тебя есть как бы две главных позиции или ты прославляешь бога признаешь бога создателя мира хозяина мира создателя мира творца мироздания который все это создал или ты бога не признаешь и ты признаешь вместо бога что-то другое то есть так как этот же мир он двигается он двигается все время значит надо понять а кто им двигает что им двигает и получается что или ты признаешь что есть создатель творец который всем миром двигает и управляет или ты говоришь что есть другие силы которые называется это идолопоклонство а вода зара понятно тебе да откуда берется слово иуда и что оно значит теперь звали вот этого парня которого о котором говорится в библии звали его тоже иуда как там было дело мы не знаем потому что я не знаю например я не читал не изучал поэтому стало но почему-то именем нарицательным которое перешло полностью как иуда иудеи на ивресте народ из-за одного персонажа это как если вы например один какой-нибудь эстимос например сделал что-то плохое после этого всех эстимосов бы не любили но это очень неправильная идея с любой точки зрения хорошо значит мы дошли до восьмой главы восьмой главе рассказывается уже развязка идет развязка свитка эстер значит аман который был как раз из народа амалети которые были это народ антипод еврейского народа если народ еврейский это народ священников который должен служить богу и полностью посвящать свою жизнь каждую секунду жизни служению богу то амалек это был народ который был анти бога да то есть он всю каждую секунду своей жизни он посвящал тому чтобы воевать против бога и естественно уничтожать евреев которые являются народом священников которые служат богу то есть амалек это народ антипод теперь как раз как раз аман он был из этого амалека и он хотел уничтожить весь ивресте народа он придумал хитрую схему но всевышний то он же над всем наблюдает и всевышний сделал так что эстер она была царица царица ахашвироши это было все в предыдущих уроках и значит в итоге в последний момент эстер попросил ахашвироша и ахашвирош приказал повесить амана на том же на той же виселице на которой он хотел повесить мордыхая и мордыхая дядя эстер стал премьер-министром и они обращаются к царю и говорят ну а что же делать-то с письмами амана с письмами амана что делать он же разослал письма во все 127 стран чтобы уничтожили всех евреев что делать а царь говорит смотрите говорит значит он им говорит так царский приказ отменить нельзя все это законы у нас такие законы царь сказал царь сделал все это уже царь заднюю не дает но потому что аман он его печатью запечатал эти письма и были двойные письма в верхнем письме было написано что приказ на всем подготовиться к войне в 127 стран и открыть 13 адара внутренний конверт в котором будет написано кого убивать значит ну и там было написано что убивать надо евреев но царь говорит смотрите я вас понимаю конечно царица эстер и мордыха уважаемые но говорит я отменить письма не могу пишите письма от моего имени какие вы хотите и запечатайте моей печатью делайте какой-то новый приказ значит и что они сделали ашернатан мэллах леудим ашер бакулир ваир значит они написали такое письмо что дал царь евреям иудим дал приказ чтобы в каждом городе и городе они собирались для того чтобы защитить себя и уничтожить и убить те кто хотят значит их убивать которые хотели убивать женщин детей стариков то есть те люди которые убивали женщин детей стариков а не преступники по всем понятиям и вот сейчас например и там в некоторых странах пытаются сказать что они были героями они же воевали за страну но они же убивали детей то есть не может быть че который убивает детей не может быть героем это ну никак не связано если доказано что он убивал детей женщин стариков значит понятное дело что он не герой так вот разрешили во втором письме убить тех, которые собирались убивать женщин, стариков и детей, то есть тех, которые были врагами евреев, значит, их разрешили убивать. В 12 отрывок 8 главы. В этот день в каждой стране, значит, 13 числа в месяце Адар, это будет через 3 дня, через 4 дня, в месяце Адар. Значит, и отправили, отправили, значит, вот этих вот посланцев, посланцев отправили с этим письмом разрешить отомстить своим врагам. Мы можем сейчас потом порассуждать, сейчас вот я прочитаю как раз до конца 8 главы, мы можем порассуждать, можно ли мстить врагам, что вообще говорит Тора Всевышний, что говорит Тора про месть, что говорит Тора про то, чтобы убить кого-то вообще, да, как это все работает ну давайте дочитаем текст значит послали Мордехай Мордехай отправил письма с теми же посланцами, которые в первый раз везли письма, чтобы не было вопросов и значит послали эти письма и 15 отрывок Мордехай вышел от царя в одежде в пяти одеждах перечисляются одежды голубая, белая одежда какая-то великолепная, золотая одежда какие-то на нем были красные одежды и город Шушан был в большой радости значит здесь очень интересная такая есть деталь, что когда когда-то еще до этого, очень за много много лет до этого, когда 12 братьев 12 сыновей Яакова, праотца Яакова они было их 12 братьев и один из братьев, которого звали Йосеф он значит ему снили сны у него было пророчество что он станет главным над братьями и он эти сны рассказывал и братья, они подумали что он хочет их уничтожить и забрать у них власть потому что он не был старший сын и он совершенно спокойно рассказывал отцу о том, как они делали какие-то ошибки они видели что отец Яаков он этого сына выделил среди всех и обучает его каким-то большим обучает и они решили собрали что раз он хочет их убить значит они имеют право его убить первым это было их как суд мы сейчас как раз приходим к вопросу о том что такое убийство суд и так далее то есть по торе если кто-то хочет тебя убить или хочет убить кого-то вот представьте ситуацию бежит человек с топором по улице и хочет зарубить какого-то дедушку а у вас в руке пистолет можете вы убить этого человека с топором или вы должны ждать пока придет милиция но вы видите что расстояние сокращается он сейчас топором этого дедушку рубанет и убьет значит имеете ли вы право убить человека с топором который бежит убивать дедушку понятное дело что в ситуации если он с топором бежит на вас и у вас есть пистолет то я думаю что 100% людей в адекватной памяти скажут что я имею право нажать крючок потому что он бежит с топором меня убить то есть это как бы очевидно самозащита самозащита теперь вопрос когда он бежит убивать дедушку это вопрос то есть тут уже не 100% а тут уже может быть какой-то процент скажут ну я не знаю имею ли я право его убить может быть я не имею право его убить а почему я должен брать на себя его смерть ведь это дедушка уже старенький а он бежит ему там 20 лет он молодой с топором и это может не мое дело кто-то может так подумать но это неправильно по Торе ты можешь убить того кто с топором чтобы спасти жизнь другого человека он убийца Бог сказал убийцу надо убить хорошо теперь значит братья когда они подумали что Йосеф хочет их убить забрать у них для того чтобы забрать себе власть в семье они вместе собрались и решили что его надо убить первым но они решили его не убивать а они его бросили в яму и сказали выживет выживет не выживет не выживет но они конечно думали что он не выживет но получилось что Всевышний так всю эту историю организовал что Йосефа вытащили из ямы медианские купцы и его продали в Египет в рабство и он в Египте оказался в рабстве теперь когда он оказался в рабстве прошло много много лет после этого и братья наступил голод они пришли в Египет для того чтобы для того чтобы купить хлеба а Йосеф в это время уже стал премьер-министром в Египте представьте там целая история это все в Торе рассказывается в самом начале книга Берешит рассказывается вся эта история Йосеф стал премьер-министром Египте и тут он видит приходят его братья он их узнал они его не узнали и тогда ему он вспомнил сны как ему поклонились 12 звезд там и солнце и луна это как отец матери он все это вспомнил пророчество в общем там целая комбинация как он сделал так что все братья пришли и когда пришли все братья там был один брат Беньемин Беньемин который был вот Мордыхай сейчас я связываю как раз ту историю с этой Беньемин был родной брат Йосефа они были от одной мамы у Якова было 4 жены и Йосеф и Беньемин были от одной матери от Рахели которая умерла при родах Беньемина и потом пришли все братья они значит Йосеф перед ними открылся говорит ну что вот я Йосеф вы меня жубить хотели вы меня продать хотели ну продали получается в Египет в рабство я тут в тюрьме отсидел 12 лет они говорят ой прости прости он говорит нет я даже на вас не обижаюсь мне не за что вас прощать потому что вы хотели сделать мне зло а Всевышний который всем управляет он хотел мне сделать добро поэтому вы были просто как инструмент в руках Всевышнего я сейчас премьер-министр Всевышний меня отправил вперед в Египет чтобы спасти вас и он спас тогда целый мир от голода он говорит как я могу сказать что вы мне сделали зло если в итоге все повернулось на добро он говорит я на вас не обижаюсь я на вас вообще никакого зла не держу потому что вы задумывали зло но вышло из этого добро поэтому говорит я на вас не обижаюсь вообще теперь и он дал им подарки Йосеф дал им тогда подарки и Беньомину он дал 5 костюмов а им дал по костюму и в Торе написано почему он дал Беньомину 5 костюмов почему он дал всем братьям по одному костюму а Беньомину дал 5 костюмов И говорят, что как раз вот это был намек на то, что через много поколений из Беньямина выйдет Мордыхай, который спасет весь еврестий народ, и выйдет он от царя. Вот это то, что 15-й отрывок. И Мордыхай вышел от царя в одежде, и как раз перечислены пять одежд, в которых он вышел. А город Шушан в это время был в радости и в веселье, потому что, мы знаем из Мишлей, когда цадик Мордыхай стал премьер-министром, так весь народ радуется. Когда был Оман злодей премьер-министром, так были притеснения, угнетения, какие-то были постоянно интриги и так далее. Когда Мордыхай стал премьер-министром, все люди вздохнули свободно, все обрадовались, и была радость прямо в городе, в столице. Шушан это сузы, древние сузы. И потом идет 16-й отрывок, который вошел в 2400 лет. Каждый раз на исходе субботы, когда заканчивается суббота, проводится обряд, который называется Авдала, разделение между святым и будничным. И когда берется такой стакан, бокал вина, значит, когда шаббат приходит, суббота приходит, берется вино и говорится освящение субботнего дня, что это святой день, и там есть специальная формула, что надо говорить. И когда шаббат уходит, берется опять стакан вина и производится формула разделения между святым. Шаббат это время, посвященное Богу. Каждый седьмой день посвящается полностью Богу. И будничным. Будничное это, ну, обычно вот будни, когда мы там бегаем все время, больше заработать, больше там удовольствия получить и так далее. Но для себя. Шесть дней человек живет для себя, а седьмой день он посвящает Богу. И там есть в этом Тедуше, в этой Авдалее, есть такая фраза, которая вот как раз идет из свитка Эстер. В шестнадцатый отрывок звучит так. Для иудим. Для иудим. Айта. Была. Ора ве симха. Был свет и радость. Ве сосон ве икар. Значит, сосон это ликование, икар это почет. И дальше говорится, кэнкэн, кэнти еляну. Эх, выбило почему-то инстаграм. Интересно. Сейчас мы опять включим. Так. Да, выбило что-то инстаграм. Сейчас продолжаем. Итак, значит. И семнадцатый отрывок. В каждой стране и стране и ста двадцати стран, и в каждом городе и городе, в том месте, в которое приходила приказ царя, начиналась радость и веселье для иудим, и, значит, радовались они, и был это Йомто, в хороший день, это был праздник. Воробимы Аме-Арец и многие из народов, Аме-Арец это люди земли, Мит-Яходим, значит, они, они, значит, тоже радовались и присоединялись. Кинофаль пах от Иудима-Леем, потому что упал страх евреев тоже на них. Значит, что значит страх евреев, да? Что значит страх евреев? Есть, когда говорят о взаимоотношениях с Богом, то используются два, два, две эмоции, да? То есть есть две заповеди по отношению к человеку, как он должен относиться к Богу. Первая заповедь называется страх, и страх это основа всего. Если нету страха перед Богом, то нет никакой силы, которая может заставить человека слушаться Бога. Человеком в этом мире управляют две силы, два полюса, страх и удовольствие. Все люди в мире стремятся избегать, у всех есть внутри страх, страх смерти, людей всех постоянно изнутри драйвит, двигает страх, страх смерти, страх боли, страх болезни, страхи, страхи, потерять свою жизнь. И это основная движущая сила, которая заставляет мир двигаться, защитить себя, защититься от врагов, защититься от тех, защититься от болезней. Люди в постоянном страхе. И вторая сила это удовольствие. Как только страх отпускает, человек сразу, хух, так, страх отпустило, что делать будем? Ну, кушать и пить, радоваться, там, удовольствие и так далее. Чуть-чуть страх надвинулся, человек сразу убегает, убегает, убегает от страха. Страх отпустил, ну, что делать? Удовольствие, удовольствие, удовольствие. Теперь, если у человека нету страха перед Богом, то он не будет Бога слушаться. То есть все разговоры, что я в Бога верю и так далее, они проверяются простой вещью. Ты в Бога веришь? Веришь. А что ты делаешь? Вот что ты делаешь для того, чтобы свою веру проявить как-то, веру в Бога? И это есть заповеди. Повелевающие заповеди, запрещающие заповеди. И без страха перед Богом нет никакой связи с Богом. Все остальное пустые разговоры. Я знаю про Бога. Я прочитал все святые книги. У меня есть один друг. Он говорит, да, я вообще с Богом в отличных отношениях. Я говорю, в каких? Он говорит, а я читал, говорит, Библию. Я говорю, когда? Он говорит, 10 лет назад. Я говорю, и что? Ну все. Я с Богом, говорит, в отличных отношениях. Он с ним вообще не в отношениях. То есть в отношениях с Богом это когда ты свою жизнь строишь по законам Бога. Вот это называется отношение с Богом. А когда у меня внутри постоянные эмоции. Или я, или я там что-то боюсь, или я что-то хочу. Где тут Бог? Бога вообще нет. Поэтому две главных эмоции должны быть направлены. Страх перед Богом и любовь к Богу. Если у человека есть две эмоции, которые прикреплены к Богу, тогда на них надевается вопрос, а как мне проявить свой страх перед Богом, и как мне проявить свою любовь через Богом. Ответом на этот вопрос является выполнение заповедей, изучение Торы, выполнение заповедей, служение, например, ближнему. Да, это тоже заповедь. Но можно по-разному делать. Есть люди, которые помогают другим людям, но они это делают только по одной причине. Им просто хочется убрать внутреннюю боль, которую они испытывают, когда видят, когда ближний страдает. А есть люди, которые помогают ближнему, потому что Бог сказал помогать. И это две большие разницы. Это знаете как, я всегда рассказываю, вот в чем разница между просто добрыми людьми и людьми, которые добрые, потому что Бог сказал, что надо быть добрыми. Представьте ситуацию. Один человек любит подметать листья. Вот он любит, он кайфует от этого. А другой не любит. Один человек, он получает приказ от мэрии, да, от мэрии города. Получает приказ, что тот, кто 30 дней подметает листья, чтобы было чисто другим людям, получит через месяц зарплату 1000 долларов. Значит, второй человек, он любит подметать листья. Он просто подметает листья, потому что он от этого кайфует. Теперь, значит, приходит, прошел месяц. Тот, который подметал листья, потому что он выполнял приказ города, для того, чтобы другим людям было чисто. Он приходит в мэрию и говорит, дайте мне зарплату 1000 долларов. Я выполнял обязанность свою, то есть приказ мэрии подметать листья. И мне нужна за это награда. Второй приходит, узнал об этом, говорит, ой, я тоже хочу. Ему говорят, слушай, а тебе за что? Это же твое хобби. Ты от этого кайфуешь. Тебе приятно подметать листья. Какую 1000 долларов ты хочешь? Ты же это делал не для мэрии и не для людей. Ты это делал для себя. Ты уже награду получил. Тебе было приятно? Все. Вот это разница между людьми, которые просто добрые, и теми людьми, которые добрые, потому что Бог сказал, что это добро помогать ближнему. Все, дорогие друзья. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Чтобы было в жизни у нас много благодарности к Богу, радости и страха перед Богом. Потому что если ты нарушаешь то, что Бог сказал злом, вот ты нарушаешь, то это Бог тебя не наказывает. Это отдача. Человек, который сует пальцы в розетку, его не Бог наказывает, что его током ударило. Это следствие того, что он сделал запрещенное действие. Так вот, любые действия, которые человек или человечество, или группа людей делают, и Бог это запретил, есть отдача. Какая будет отдача? Иногда эпидемия, иногда еще что-то. Иногда цунами бывает, приходят в этот мир. Бога надо бояться, и Бога надо любить. Все, удачи, успехов. Всего хорошего. Хорошего, прекрасного дня.